спасибо обязательно буду слушать а сколько у вас детей детей у меня есть я хочу сказать спасибо спасибо что вы послушайте мою музыку я смотрю вы уже там послушали написали у меня очень много музыки очень много композиции написано я нахожусь я композитор в геме это вот гема знаете по авторским правам здесь германии вот эта организация и я там уже ну как уже много лет и я пишу инструментальные композиции песню очень много песен у меня написано около 200 наверно или если не больше я не знаю 300 инструментальных композиций так это сколько 200 300 но это у меня музыкальные мои дети так обратим внимание на живопись рисую я уже давно и как вы знаете я училась в омске потом я приехала в германию давай здесь рисовать нарисовала наверное в своей жизни 2005 тысяч картин около больше трех тысяч продала но вы не думаете что там я такие картины продавала по несколько тысяч евро у меня есть картины по 5 сантиметров и по три сантиметра но оригиналы маленькие есть картины вот есть вот такие картины сейчас вам покажу вот видите это же моя картина она светится в темноте на стекле то есть 3000 оригинал это больше трех тысяч картин это вот разных размеров и большие и маленькие но основном маленькие и нарисовано у меня у меня еще здесь для продажи очень много картин много в папках и на холстах и на стекле и подвесок у меня очень много вот я много нарисовала то есть это же не знаю сколько у меня еще картин есть это у меня детей сколько уже 5000 или больше пяти тысяч так что это мои дети мои дети моя музыка моя живопись я еще в раннем возрасте себе сказала но не сказала я просто таким человеком была что меня не семья не дети то есть это не мое это не мой и не моя жизнь я всегда только вот творила играла песни и то есть это для меня вот это моя жизнь это у меня мысли в основном об этом и у меня другое вот даже какие дети у меня даже детей жить не быть не может потому что как вы знаете дети вот если просто хочешь детей это вот просто захотеть детей это очень большая ответственность потому что вот сколько несчастных детей по всему миру вот особенно у людей которые заняты творчеством музыкантов у тому художников у актеров в основном то дети которых они нарожали они многие самоубийством покончили ставим наркоманами и алкоголиками и самые несчастные дети на свете которые ненавидят в итоге своих родителей потому что у родителей на них нет времени и я об этом тоже очень сильно думала и то есть я у меня были моменты когда мне этому может детей да там ну ну это знаете такие мысли были сюда я подумала а потом когда я все это анализирую и думаю до какой степени какой человек нет я не хочу чтоб мои дети были несчастливы и поэтому я лучше буду делать счастливыми других людей чем сделаю своих детей несчастными потому что я до такой степени занята своим творчеством вы замечаете даешь я очень много как я сказала написала много песен и концерты и живописи раньше были выставки и концерты вот я ходила в клубы играла сейчас я сменила честно на онлайн режим перешла я не успеваю рисовать я как я очень хочу рисовать и буду рисовать дальше и так что дети это для тех у кого есть время на детей и я считаю что детей должны рожать тела которые могут позаботиться о своем ребенке обеспечить ему жизнь обеспечить ему детский сад школу заниматься детьми не просто на рожать они там где-то бегают а мама с папой другими делами заняты ну то есть нужно заниматься детьми и вот я думаю если бы каждый человек занимался детьми то у нас бы мир был лучше и многие рожают просто так и ну чисто чтобы они потом позаботились о них старости вот многие вот с такой мыслью рожают детей но это неправильно ну то есть но дети я знаю делает многих счастливыми и я тоже считаю это правильно дети там рождаемость но у нас уже на планете земля сверх рождаемость сколько 8 миллиардов людей если мы будем дальше рожать 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 то не будет планета земля как многие говорят если убрать 2 миллиарда людей то мы сразу избавимся от многих проблем ну так что то есть много мыслей у меня но я выбрала свой путь художником музыканта может многие считают это неправильно надо родить ребенка но я нет я выбрала свой путь и у меня совершенно другая жизнь это редкость в наше время да но вот так вот у меня так что племянники у меня есть два племянника но в нем если честно больше племянников дома двоюродных от троюродных семья очень большая но своих детей вряд ли ну кто знает